Дорога в тысячу верст начинается с маленького шага. Пословица, применимая к Рязанскому художественному музею имени Пожалостина, который появился в период так называемого музейного бума. Но путь становления его был особенным, ведь большинство крупных галерей, Третьяковка, Русский музей, существуют благодаря положенным в основу частным коллекциям крупных меценатов. А вот Рязанский художественный музей – вклад многих людей. Их имена, кстати, увековечены на мраморной табличке, расположенной у главной лестницы. А в самом названии музея – имя Ивана Пожалостина, знаменитого графика. Помимо работ известных московских живописцев, в коллекцию музея были переданы дочерми Ивана Петровича Пожалостина 21 номинование его гравюр, рисунков, в том числе ранних студенческих работ, которые делал будущий художник в Академии художеств – это рисунки натурщиков. Ну и, конечно же, его лучшие гравюры, которые были удостоены многих наград за гравюру «Несение креста». Пожалостин был удостоен звания академика. Самой первой картиной в коллекции считают полотно «Иконописец». Среди подаренных той далекой экспозицией картин также «Сад. Весна». Традиции московской живописи и импрессионизма веют с этого полотна. Когда музей в сотни раз превысил количество первоначальных экспонатов, являются центром экспозиции начала XX века. Василий Мешков – картина «Вечерний звон» – одна из первых подаренных музею авторам. Несколько произведений до сих пор составляют гордость и славу нашей коллекции, в том числе и картина московского художника, исторического живописца Клавдия Лебедева «Иконописец», которая в наших интернезаписях значится под номером один. С этой картины и началась будущая коллекция музея. А эта картина, хотя и спрятана от глаз людей, любима постоянными зрителями. Сюжет раннего пробуждения природы, реализм и магия живописи исходят от нее. Она тоже была одной из первых в коллекции. Выставка 1905 года, самая первая, состояла из 70 картин. Теперь в фондах музея 12 тысяч подлинников, 700 из них в постоянной экспозиции. В юбилейный для экспозиции год музей временно закрыт на карантин, но существует возможность посетить виртуальную экспозицию. Марина Комиссарова, Игорь Клотов, телекомпания «Город».